Жюри уходит на совещание. В древней Хакасии была традиция. Пока жюри совещалось, особо стойким зрителям вручались тяжелые норковые шубы. Либо рассказывалась история создания конкурса. История создания конкурса. Главное духовное, как считает Министерство финансов. Первый республиканский конкурс Хыс-Хыс-Аннары был проведен в декабре 1993 года в театре для детей, в то время для детей сказка. Идейным организатором республиканского конкурса был Игорь Федорович Баргаяков. По его замыслу, конкурс должен был быть барбовским. Все должно было проходить на берегу озера, на природе. Но так получилось, что подготовка конкурса затянулась и провели его в декабре. Поэтому назвали его «Хыс-Хыс-Аннары» – «Зимние колокольчики». На самом конкурсе, помимо номинации барбовской хакасской песни, была добавлена номинация, в которой авторы и исполнители аккомпанировали на хакасских народных инструментах. Именно в этой новой номинации впервые вышли на сцену Сергей Чарков, Сибдей Том, Кученов Вячеслав, Саможиков Александр и другие. И другие люди, которые все на сегодняшний день являются флагманами национального профессионального искусства. А сейчас я приглашаю на эту сцену замечательного человека. Это преподаватель Хакасско-Республиканской национальной детской школы искусств имени Катанова, музыкант-виртуоз, солист группы Ирена Кхан, активный участник музыкальных национальных мероприятий, призер республиканских и международных конкурсов и фестивалей Аржан Тодож!